В эфире женская гостиная, действительно у меня сегодня замечательный гость и как он себя называет он просто психолог, хотя на самом деле он не просто психолог, я бы так сказала и я его попрошу сейчас немного о себе рассказать. Итак, у нас в гостях Евгений Владимирович Саябин, практический психолог, психоаналитик и он занимается исследованием, консультированием в области психосоматики. Мы когда с Евгением разговаривали о том, о чем мы будем вести нашу беседу сегодня и он как раз предложил мне по психосоматике, я так громко, очень-очень большую тему, конечно, охватила, психосоматика женских болезней, хотя я думаю, что мы поговорим вообще в целом о причине психосоматических возникновения заболеваний не только у женщин, потому что все это связано. Итак, Евгений, здравствуйте, я очень рада, что вы нашли время побыть с нами в эфире и вы такой занятой человек. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы свой жизненный путь в общении в психологии совершенно начали и мне, как человеку, который занимается аюрведой, аюрведой это прежде всего тоже лечение души, а мне очень интересно, как же вы пришли в психологию, потому что я всегда спрашиваю своих гостей, если они занимаются такими вопросами, мне это очень важно знать, я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно. Вы знаете, ну, наверное, как все, в 70-е и 80-е годы прошлого столетия мы шли учиться на одних, на одни специальности, а потом со временем начинаем менять эти специальности. Наверное, следом идущее поколение, наши дети тоже самое, какое-то время проработают на одной специальности, а потом на другую пойдут. Я родился на Дальнем Востоке, закончил станкоинструментальный московский институт, зачтил там диссертацию, долгое время работал на производстве, я создавал хирургические инструменты, ну, вполне успешный был. Отношения к медицине имели уже какое-то, да? Да, да, конечно. А вы знаете, самое интересное, что у меня сестра гинеколог, и она старше меня на 5 лет, и когда я тоже родителям сказал, что я хочу быть врачом, на что мне сказали, нам в семье хватит одного врача, поэтому иди в технику. Ну, я пошел в технику, но тем не менее, когда защитил диссертацию, я пошел работать в институт медицинской техники, и был заведующий лабораторией хирургических и вшивающих аппаратов. И создавал, как раз, все равно меня привело в гинекологию, и я все равно создавал инструменты для гинекологии. Как бы женщинам испытывали с младых ногтей? Да, наверное, родовое что-то должен был отработать. И все равно, понимаете, у меня сестра ушла из гинекологии, а меня судьба все равно в эту гинекологию привела. Ну, и когда я создавал инструменты хирургические, у меня был свой завод, был свой коллектив, я экспортировал даже инструменты, есть масса научных разработок. А в 40-45 лет, наверное, как у многих мужчин, как у многих женщин, появляется кризис среднего возраста, и в один день, что называется, начинаешь переосмысливать и бросать все то, что раньше чем занимался. И я, можно сказать так, в один день ушел в психологию. Ну, я сначала в эзотерику, конечно, ушел, объездил массу стран, пытался себя найти в Непале, в Индии, в Китае, изучал эти культуры. Ну, потому что я не мог понять, почему внутри болит что-то, а что болит и как с этим справляться, я не знал. И тоже литература, особо на эти темы не было. Даже пошел там в эзотерическую школу учиться, какие-то практики применял. Ну, так как все равно человек более академичный, я из эзотерики все равно пришел уже в психологию. Закончил московский педагогический университет, это бывший ленинский, и получил специализацию практической психологии. Ну, так как я работал в медицине и всегда был с медициной связан, меня все равно судьба привела, что называется, на больничную койку, но уже с другой стороны только. Это вот если коротко, на пять минут. Я понимаю, что, да, конечно, про каждую жизнь можно всегда очень долго и разговаривать. Да, интересно, кстати, сказать, вот, а как вы считаете, вы применяете в своей практике вот те эзотерические знания, которые вы получили? Потому что у нас на нашем радио очень много специалистов именно в восточной психологии приходит. Вот, например, Серебряков у нас очень часто выступает. И поэтому мне вот интересно ваше мнение. Вы как вообще относитесь к практикам восточной психологии? Вы знаете, я двумя руками за. И более того, я могу сказать, когда вот у меня, допустим, пациент или пациентка какая-то говорит, что я типа нетрадиционной медицины там владею, или наоборот, отцерковленной, или наоборот, эзотерические. Я всегда говорю двумя руками за, потому что если человеку легче, и он получает от этого свой энергетический положительный посыл, то флаг ему в руки. И это надо приветствовать. А как применяю, вы знаете, здесь тоже палка о двух концах. То есть, если я был раньше технарь, ну, наверное, остаюсь все равно в мозгах, и там четко, если вот у скальпеля угол резания не будет соответствовать определенным каким-то геометрическим параметрам, он не будет резать. То есть, это жесткий закон. А вот в психологии, в эзотерике есть такие законы, которые нельзя ни потрогать, ни пощупать, ни объяснить. То есть, меня из технических законов привели в более, что называется, в гибкую систему. Потому что в той же психологии один и тот же совет на одну и ту же проблему для кого-то, может быть, ура, да здравствуй, а для кого-то сырая земля. Поэтому я принимаю все эти знания эзотерики и с уважением к этому отношусь. Я совершенно с вами согласна, потому что вот я занимаюсь аюрведической практикой, и я консультирую людей именно с точки зрения аюрведы, древней индийской медицины. Даже не медицины, а правила жизни, которые рассказывают о том, как мы должны существовать в этом мире для того, чтобы быть счастливыми, содержать тело и душу в гармонии. И не существует универсального подхода, потому что мы все уникальны. И для каждого человека абсолютно свой собственный, существует режим дня, свои собственные системы питания. То есть, можно, конечно, как-то унифицировать, но все равно нужно всегда подбирать исключительно индивидуально. Поэтому я с вами согласна, что для кого-то будет работать ура, да здравствуй, а для кого-то сырая земля. Вот, и хотелось бы, ну, сейчас давайте мы поговорим таки о теме нашей программы, которую мы анонсировали, о том, что же такое психосоматика. Психосоматика – это раздел психологии, который изучает взаимосвязь душевного состояния человека с его физическим состоянием. И тут интересный на самом деле момент, потому что я знаю, что многие материалисты, да, они вообще психологию как науку отрицают. Вы как считаете, психология – это наука или не наука? Вы знаете, если… Опять вы спросили очень интересного человека, который все-таки к технике имеет не… Да, я поэтому и спросила. Вы знаете, вот на протяжении там последних десяти лет я прихожу к мысли, что все-таки психология – это больше ремесло, как и медицина. Это не наука. Наука, с моей точки зрения, это когда есть жесткие какие-то системные понятия, законы, да? И почему? Потому что, вот, например, вы говорите, вот врачи отрицают. Ну, когда я начинал работать в больнице, тоже отрицали врачи это. Но потом, что называется, пообщавшись, и все время мы говорим на эти темы, я вижу, и многие врачи в эзотерику верят, и многие мне Кастанеду начинают втихаря так. Ну, правда, один на один, да? Говорить о таких авторах. Ваш-то там индус вылетел, Дипак Чопра. Дипак Чопра, да, он здесь у нас рядом с нами живет. Да, и вот почему акцитировать, и это радует. Но дело в том, что вот есть такое понятие, как индивидуальный психоанализ, когда с человеком разговариваешь один на один. Это очень сложно. Сегодня, к сожалению, вот тот же Ирвин Ялам пишет, что проще и выгоднее заниматься групповой психотерапией. Конечно, это и выгоднее с позиции финансов, и удобнее, особо не лезешь в глубину человеческой души. А вот индивидуальный психоанализ – это очень сложная работа, и она очень забирает много сил. Ответила я на ваш вопрос? Да, безусловно, вы ответили на мой вопрос. Я согласна, но дело в том, что мы живем в материальном мире, да, и групповой психоанализ – это понятно, почему он приносит пользу тем людям, которые его проводят, потому что он материально лучше оплачиваемый, да, поскольку мы, особенно здесь, в Америке, где люди вообще привязаны к деньгам очень сильно, и другая структура общества, другой менталитет. Меня очень часто спрашивают, вот ты общаешься с американцами, да, я общаюсь, но близких друзей у меня американцев практически нету. Именно потому, что у нас очень большая разность менталитетов возникает. Не потому что они плохие, а мы хорошие или наоборот, а потому что мы по-разному воспринимаем этот мир, действительность, да, и из-за этого возникает очень много проблем. Ну и здесь, поскольку в Америке, я, к сожалению, не знаю того автора, который вы упомянули, но я склонна предположить, что он американец тоже. Ирвен Ялом, а это русский еврей, да, но он в Америке живет. Извините, а вот мне напомнило, вы сказали, разный менталитет, да даже сегодня, но хоть у нас не политическая программа, да, все-таки психологическая, вот против России применили санкции. Но вот, когда применяешь санкции, надо знать психологию народа. Ведь с русскими почему нельзя так? Потому что для нас, чем хреновее, тем лучше. И мы начинаем объединяться именно вокруг вот этого. Если бы говорили совсем другие слова, да и другие действия, может быть, мы сами как-то там бы начали подниматься и бастовать. То есть, а когда начинают, что называется, даже нелюбимого правителя со стороны бить, мы начинаем почему-то все вместе объединяться. Это психология любого народа, поэтому, может быть, и вам тяжело там с американцами общаться, потому что это же все с детства. Да, ну, Россия, она находится под управлением такой планеты, как Сатурн. Если мы говорим об эзотерике, да, ну, хотя это не эзотерика, это астрология, но тоже часть эзотерического знания, допустим. А вот там, где мы сейчас живем, живем в Калифорнии, это место находится под управлением Солнца. Совершенно разные энергии и совершенно разные состояния у людей. И оно, конечно, меняется, когда ты очень долго пребываешь здесь, ты тоже начинаешь все по-другому приезжать. Я уже себя, например, в России не чувствую настолько хорошо и комфортно, как раньше себя чувствовала, потому что я уже так много Солнца этого принимаю, да, что оно меня изменяет. Но, тем не менее, я понимаю, о чем вы говорите. И, возможно, что, опять же, есть ли какие-то, вот как вы когда-нибудь сталкивались с таким вопросом, существуют ли какие-то болезни, которые именно вызваны психосоматическими причинами, которые свойственны именно русским людям. Хотя, может быть, вы не делали такое изыскание и не сталкивались? Вы знаете, ну, есть, конечно, такие болезни. Давайте сразу мы определим. Был такой великий психоаналитик Фрид Спёрлз. Вот он говорил, болезнь – это искаженная форма жизни, которая исчезает либо с выздоровлением, либо со смертью, да? И, конечно, все болезни – это, как правило, имеет психосоматический характер. Абсолютно все, да, Евгений? Абсолютно все болезни? Абсолютно все болезни? Да, ну, не берем там, конечно, какие-то уже наследственные. И то наследственные, если поговорятся с позиции эзотерики, можно там сказать, что кто-то в каком-то роду нагрешил, поэтому дети отвечают сегодня за это. Здесь другой момент. Я могу сказать по своей работе, что я всегда говорю своим пациентам, что если у вас уложили на эту больничную койку, вы должны полежать и осознать, что надо менять прежде всего в самом себе. Не спрашивать за что, а спрашивать, для чего мне дали эту болезнь, и что я должен поменять. Вот вы, тема у нас передачи – женские болезни, да? А по большому счету, вот чем отличается женщина от мужчины? Ну, вот как в словарях сказано, это только по возможности вынашивать и выкармливать грудью ребенка. То есть то, что не может мужчина, может женщина. То есть по половому признаку. Если говорить о костной опорно-двигательной системе, ну, они похожи, что у мужчины, что у женщины. Если говорить там по работе сердечной мышцы, это тоже похоже. Мозг отличается, мозг. Ну, опять отличается. Я слушал Сергея Савельева, знаете, есть такой исследователь мозга. Да-да-да, я его слушал тоже передачи. Вот говорит, это ж мозг у женщины-мужчины. Да-да, но мне понравилась его фраза, что 25% детей не от своих родителей. Я эту передачу слушал и даже ее где-то цитировал. Мне очень понравилось. Причем я как-то сначала возмутился, а потом на следующий день мне действительно, что говорится, показали в клинике эту ситуацию. Женщина с паническими атаками, ей 45 лет, и она не может спать, соответственно, высокоартериальное давление. Начинаю выяснять, что, оказывается, она в 28 лет родила втихаря от мужа ребенка. А муж искренне считает, что это ее. Его ребенок. Их совместный, да. Да, но тем не менее, понимаете, она не может с этим жить. Но в то же время, когда говорю, может быть, как-то облегчить вашу психологическую вот эту боль. Да ну что вы, говорит, как это можно. Он святой человек, но ему, ей вернее, во сне приходят совсем другие образы. То есть вы можете днем обманывать свою психику, но сон – это продолжение нашей жизни. Все равно ты не перепрыгнешь. Это вот, что называется, с позиции психосоматики. А женские болезни – это, прежде всего, мы все родом из детства. И вот здесь тоже получается, как жизненная рулетка. Если тебе повезло с родителями, то твоя жизнь с позиции психологического, физического здоровья будет в ажуре. Вот многие западные исследователи сегодня говорят, что формирование головного мозга идет в матке женщины. Если до шести месяцев женщина вынашивает ребенка в приятии, в согласии, в любви, без нервотрепки, без наездов на мужа, да, то и ребенок рождается без всякой депрессии, без всякой агрессии, без всякой тревожности, страхов. Но если это все присутствует, то, в принципе, это в жизни будут постоянные спутники. Более того, опять рождается ребенок, мальчик, девочка. И вот тот же Савельев говорит, если до трех-шести лет ребенок видит, как общаются между собой родители, как общаются бабушки, дедушки, братья, сестры, это формируются биологические инстинкты. И вы можете в 40, в 50 лет знать много, изучать эзотерику, изучать психологию, но в какой-то критической ситуации все равно вот эти биологические инстинкты будут руководить вашей жизнью. А скажите, пожалуйста, у меня сразу возник вопрос, как у женщины, как у матери тоже прежде всего. Почему вот иногда в некоторых семьях, в благополучных семьях, да, один ребенок бывает, с ним все в порядке, а другой какой-то не такой. Я не говорю о генетических заболеваниях или наследственных заболеваниях, но бывают же поведенческие нарушения. У меня есть масса примеров, да, потому что у меня уже тоже дети взрослые, достаточно у меня старшей дочери 22 года, поэтому я видела разные этапы. И иногда я понимаю причины, да, вот скажем там у друзей, у близкой подруги моей дочери, у него папа там умер, когда она в четвертом классе училась, и у него как-то жизнь сразу совсем по-другому начала идти. И возникают психологические причины. Иногда вот люди достаточно мне близкие, я понимаю, как они живут, но я не могу понять, почему один ребенок, с ним все хорошо, а с другим ребенком какие-то постоянные проблемы. А вот здесь уже надо, конечно, брать карму рода и возраст воплощения души. Это вот ваш американский Майкл Ньютон, потрясающий гипнолог. Ну да, потрясающий, да, гипнолог, я его очень люблю. И он очень четко, мне нравится. Ну наши, кстати, гипнологи его за глаза почему-то обгаживают. Ну понятно, зависть, плохое чувство, да. И вот смотрите, вот с позиции вы спрашиваете, почему вроде два одинаковых ребенка, да, от одной матери. Более того, я вам скажу, ведь все научные исследования всегда проводятся на близнецах, сиблингах. То есть вроде разница там 5-10 минут, но это совершенно два разных характера. И есть китайская древняя поговорка, что человек может поменять русло реки, может двигать горы, но человек никогда не поменяет свой характер. Помимо центральной нервной системы, генетики, да, вот которой человеку дается с рождения, конечно, идет еще душа. Возраст души, воплощение души, для чего она, эта душа, приходит. Конечно, многие хирурги мне говорят, знаешь, старик, мы тут резали, да, и все равно никакой души не видели. И во всем виноваты нервы. Ну я говорю, ну тогда покажите мне при препарировании эти самые нервы. Что вот тогда руководит этим? Ну тем не менее, втихаря все равно спрашивают, знаешь, руки дрожат, на операцию надо идти. Я говорю, а в чем дело? Ну утром там сходил налево, и соответственно раздирает тебя всего внутри. То есть, понимаете, есть люди, которые отвергают вот это состояние души, но тем не менее, когда внутри начинает болеть, а душа этой болезнью как раз и показывает, на что необходимо обратить внимание, тогда начинают задумываться. И более того, вот как это ни парадоксально, в любой жизни прежде всего нужен кризис. Потому что вот больной сидит передо мной и говорит, все плохо, паническая атака, там муж изменяет. Ну все 33 несчастья. Я говорю, а представьте, вам сейчас позвонят и скажут, у вас горела квартира или там дачу ограбили. Все пройдет? Да, говорит, сразу все пройдет. Понимаете, стряска, стресс нужен. Я не призываю, чтобы, что называется, такие примеры, да? Но тем не менее, вот как ни парадоксально, смерть близкого, изнасилование, убийство там. Об этом говорят великие психоаналитики, что когда у человека все хорошо, он никогда не идет к психологу. Психологу идут, когда уже, что называется, капуста в горле булькает. Ну да. А любая болезнь, это прежде всего подсказка, на что необходимо обратить внимание. Вот если говорить о женских заболеваниях, да, я вас все равно веду к этой теме. Да, да, я как раз хотела сама, а вы меня опередили. И сегодня, как правило, проблема, угроза выкидыша. Сегодня планета... Бесплодие. Я хотела, на самом деле, про бесплодие поговорить. Потому что я считала некое исследование американское, что считается, что к 25-му году 40% женщин этитородного возраста, они будут диагностированы как бесплодные. Это психосоматическая проблема или это все-таки физиологическая проблема? Конечно, сейчас это направление такое популярное, вот это child-free, да, здесь, особенно в Америке, когда дети-то вообще, зачем они нужны? Вот. Но это тоже какие-то причины. Но, тем не менее, бесплодие диагностируется у тех женщин, которые хотят детей. Да, они-то в чем-то провинились? Вы знаете, вот как правило, у проституток гораздо проще получается. Они 2-3 раза в год залетают лихо, да, и не лечатся ни от какого бесплодия. То есть это все в голове. Если вы говорите, вот, смотреть с разных точек зрения, конечно, надо в сумме разбирать любую проблему. Сегодня те же американцы говорят, что 50% это психологическое бесплодие в голове. Вот у меня вчера была пара, да, у нее есть ребенок от первого брака, у мужа от первого брака тоже есть ребенок. Но, тем не менее, у них не получается сегодня иметь своего ребенка. Они сделали даже экстракорпоральное оплодотворение. И, по большому счету, у них сегодня у обоих страх, страх и чувство вины по отношению к тем детям, что они якобы предали их. Психосоматика это или это физиология? Конечно, это психосоматика. Потому что бывает, что та же самая угроза выкида, что 90% страх самой женщины иметь этого ребенка. А душа ребенка чувствует. Если ее боятся иметь в физическом теле женщина, то она вот хватается за голову и говорит, ну ее нахрен, надо отсюда сваливать, если меня здесь боятся видеть. А 10% это страхи непосредственно близкого окружения. Мужа, родных, близких. Тоже как не парадоксально, но даже родители своих детей особо не хотят иметь внуков. Почему? Потому что все внимание будет уже выделяться на внуков. А здесь появляется ревность. Та же самая вот такая противная зараза, что не на тебя родного будет обращать внимание, а вся любовь будет на этот маленький комочек уходить. То есть даже наше ближайшее окружение, оно может создать психосоматическую волну такую, да? А вы знаете, что наше окружение, более того, когда я женщине говорю в больнице, вот если с гинекологией, гинекология это отношение к мужскому началу, я сейчас расскажу, что это такое. И женщине говорю, относитесь к своему внутреннему мужчине, к мужчине с достоинством. На что мне практически 90% говорят, «Доктор, мы всех мужиков любим, одна тварь в моей жизни – это мой муж». Понимаете, вот тот человек, с кем действительно надо выстраивать отношения, он всегда отодвигается на второй план. То есть женщина всех мужиков любит, а вот близкого, как правило, с этим проблема. И вот давайте здесь я буквально 2-3 минуты вот эту занудную вам расскажу теорию, потому что надо понимать, о чем речь идет. Конечно. В каждом человеке есть мужское и женское начало. Ин-янь, маскулиность, феминилность, аниме, аниме, анимус. Слышали, да, такие? Конечно. Вот смотрите, что такое внутренняя женщина, допустим, внутри вас. То, что вы закончили институт, вы родили двух девочек, уехали в Америку, вышли замуж, у вас сегодня мальчик, да? То есть вот то, что вы сегодня можете о себе сказать, как о женщине. А вот внутренний мужик, внутренний мужчина – это ваш внутренний мир. Ваши радости, взлеты, падения, счастья, слезы. Так вот, женщина, которая не принимает в себе внутреннего мужика, свой внутренний мир, имеет проблемы по половому признаку, то есть по гинекологии. Равно как и мужик, который ненавидит женщин, имеет проблемы по урологии. То есть вот это самое основное постулат психосоматики, да? И это ввел великий швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг. И поэтому в 16-17 века, когда было очень много вот этих сцен с инквизицией, да, мужчины посылали на костер женщин. Почему? Потому что когда внутри вот эта внутренняя тетка его разбирала, и он не мог найти вот баланс между хорошим и плохим, он считал, что во всем виноваты женщины. И сегодня есть, да, такая фраза. Во всем виноваты бабы. И поэтому... Ну, я могу вам обратную фразу привести. Во всем мужики виноваты. Да, мужики-козлы, да, это мы все тоже слышали. Но дело в том, что когда виновата женщина и внутренняя женщина начинает его разбирать, эти мужчины посылали их на костер. Но есть такое понятие «внешнее и внутреннее». То есть вы можете к себе относиться с приятием, а рядом живущего мужчину вы можете ненавидеть. Или наоборот. Поэтому мы всегда говорят, должна быть гармония между внутренним и внешним началом. Доступно, я объяснил? Абсолютно доступно. Я надеюсь, у нас радиослушатели продвинутые, все тоже поймут. И второй момент отношения, вот что мужики там типа козлы, да. Вот вы фразу сказали, что там ребенок третий-четвертый класс, да, проблемный. Я тоже обратил внимание, что когда родители разводятся, это плохо. Но когда родители разводятся, когда особенно девочки в кубертатном периоде, там 12-16 лет, период полового созревания, это вообще трагедия. Вот у меня случай буквально на этой неделе был. Девочка, три выкидыша, угроза беременности, да, угроза прерывания беременности. И панические атаки. Ее родители плохо жили. В 12 лет мать берет эту девочку за руку, подводит к двери и говорит, посмотри, как папа развлекается с моей лучшей подругой. Вот зачем она это сделала? Какой ужас. Она перенесла долю ответственности на эту девочку. В 14 лет, когда я была, они развелись с отцом. И сегодня, когда речь идет об отце, у нее сразу плаксивость, панические атаки. А что произошло? Она вот тот эпизод тащит всю жизнь в себе. Но мысли материальные, вы знаете, да? Она выходит замуж. И она знает, что от мамы, что мужики козлы, что мужики всегда изменяют. И она эти мысли посылает в пространство. И муж словил быстро эти мысли, сходил налево один раз, два раза, десять раз. И потом, как настоящий мужчина, ну настоящий мужчина, вы понимаете, в кавычках, да? Он приходит и рассказывает этой девушке, как он сходил налево. Ну, что бы нормальная женщина делала? Койол. Это остается. И опять начинает мучиться. То есть садомаза там в полном разгаре. То есть уже психология жертвы у нее включилась, да? В полный мир. Конечно, конечно. Конечно, это все психосоматика. Все идет из детства. То есть в 12 лет она не смогла справиться, потому что она отпор не смогла в таком возрасте юным ребенком дать. И, соответственно, она уже потом отпор не может давать уже на протяжении всей своей жизни. Конечно. То есть когда у нее в 12 лет, она уже начинается первая влюбленность, она смотрит на мальчиков. Но у нее стереотип поведения. Мама все время говорит. Папа нас бросил, значит, мужики вот все такие-сякие. Всегда надо со словами быть осторожны и аккуратны. Поэтому, и знаете, самая страшная, что сегодня сплошь и рядом такие ситуации. И в больнице, вот когда начинаешь говорить «угроза выкидыша», сразу начинаешь задавать вопрос «а чего боитесь?» Потому что угроза выкидыша и бесплодие – это прежде всего твой внутренний страх. Вроде ты хочешь иметь ребенка, а когда думаешь, а зачем он тебе? И спрашиваешь, а зачем вам ребенок? Все, вот этот вопрос ставят в тупик. Потому что надо, потому что социум, потому что если не имеешь ребенка, муж может уйти, особенно это Чечню касается Дагестана. Потому что ребенка можно мужика удержать. Это все соматическая проблема. А соматика – это то есть когда мы своими мыслями сами создаем свои болезни. Если бы болели уши или глаза, или щитовидка, это совсем другие вопросы. А гинекология, если у нас тема сегодня бесплодие, гинекология – это отношение к своему внутреннему началу. То есть непринятие женской сущности, оно, как правило, дает гинекологические проблемы. И онкологию гинекологическую тоже, да? Онкологию – да, но онкология здесь еще немножко есть такое варьирование. Даже безобидный подзатыльник от родителя противоположного пола в детстве в благополучной семье. Но если у ребенка проживает эту обиду в одиночестве, запускает онкопрограмму. Обида. Любая болезнь концентрируется на обиде. Потому что вы ни с того ни с сего можете в возрослом периоде начинать обижаться на своего родителя. Кстати, вот если приводить пример с этой девочкой, которая с Адамазом. Ведь она то, что не может сказать в отношении своего отца, она начинает проецировать на своего мужа. И то же самое, если там рак груди, правое, левое надо смотреть, или отношение к мужчине, или отношение к материнству. То есть всегда, всегда отрабатывать необходимо отношение к родителю противоположного пола. Поэтому вы никогда не задавали вопрос такой на себе, почему вам Бог дал мальчика последнего? Ну, вы знаете, вы меня уже спросили один раз. Я, честно говоря, так и не придумала никакого ответа, кроме того, что у меня было. Потому что мой муж очень хотел сына, и он как-то к этому был настроен. И вот родился у нас сын. И я даже была очень сильно удивлена, потому что я помню это мое впечатление. Я говорю, точно не девочка, потому что у меня две старшие дочери. Они говорят, нет-нет, мальчик, я так была, я так удивилась. Вот не знаю. А вот мой опыт показывает, да, это же тоже как вот реперная точка, на что необходимо обращать внимание. Когда Бог Всевышний дает женщине сына, это говорит о том, что на момент рождения вы испытывали боли гораздо сложные отношения со своим мужским началом, со своими мужчинами. И вам жизнь, судьба, карма, что называется, степ-бай-степ снова предоставляет возможность научиться выстраивать отношения с мужским полом. А вот когда девочки у вас первые родились, это говорит о том, что тогда ваш муж более проблемный был, чем вы. Я не знаю, может быть, эта теория мной притянута за уши, но, к сожалению, а может, к счастью. Почему-то подтверждается на моей практике это. Прям хочется сказать, как страшно жить. Да, может, упаси, посмотрите, в Москве дождь идет, первый дождь, поэтому все смывает, все прекрасно. Да, это дай бог. Ну, вы знаете, я уже не один раз убеждалась, и, в принципе, мне эти очень глубинные такое понимание этого вопроса дала физическая психология, физические науки, которыми я занимаюсь. В том, что нас, конечно, не очень сильно готовят, как мы должны быть родителями, какими мы должны быть родителями, и что мы переносим на своих детей, когда мы за их счет решаем свои собственные проблемы или свою собственную нереализованность. Да, вот мы там хотели чем-нибудь заниматься, не получилось, мы ребенка заставляем, который совершенно к этому не способен, ему это неинтересно. И в итоге у взрослого человека, у него комплексы, проблемы, психосоматические болезни. И, кстати, в Айурведе тоже считается, что сначала болезнь возникает на тонком плане, даже неважно, женская болезнь, мужская это болезнь, гинекология глаза или что-то еще, но сначала болезнь, она в тонком теле возникает, она в виде мысли приходит к нам. И когда уже идет проявление на физическом теле, это уже третья или четвертая стадия развития этого заболевания. То есть это уже очень плохо. А вы знаете, извините, перебью, есть классная фраза, что, я не знаю, кто-то тоже из великих сказал, что заболеть гораздо проще, а гораздо сложнее, чем выздороветь. Выздороветь вас там за неделю антибиотиками, какими-то хирургическими и терапевтическими манипуляциями поставят на ноги. А заболеваем мы не один месяц, не один год. Поэтому, что называется, болезнь это уже последняя форма, когда твоя тушка физическая орет, тормозни и посмотри, обрати на меня внимание. Более сложные травмы, травматология, это же тоже, когда принцип сжатой пружины, человек на себя постоянно давит, давит, давит. Он душа компании, к примеру, очень скромный. И попадает в аварию, например, в машине пять человек, четверо хоть бы что, один в смятку, именно тот, который все давит. А когда пружина все время давит, она все равно должна вернуться в состояние после упругого последействия. Я уже запутался с этими техническими законами. И так и здесь. То есть, когда ты на свою физику давишь, все равно она должна немножко расслабиться. И форма болезни как раз, тяжесть болезни, зависит от запущенности наших мыслей. Да, очень важно еще наблюдать вообще за собой, отслеживать свои эмоции. Вот в этом как раз помогает очень медитация. Не знаю, вы практикуете медитацию, советуете своим клиентам? Хотя, конечно, с панической атакой сложно медитацией надо заниматься. Нет, вы знаете, вы правы, вы правы. Знаете, как я, вот паническая атака. Я, как правило, сажаю перед собой пациента, клиента. Он закрывает глаза, и мы визуализируем образы. Вот что первое идет ему в голову, то мы и начинаем с этим работать. Более того, я даже, ну есть же там и такие, что называется, фомы неверующие улыбаются. Я говорю, ладно, хорошо, не можешь, что называется, представить, проинтуичить, то тогда включаем мозги. И мы какие-то образы. И вот я человеку показываю, что паническая атака, что страх, что тревожность – это живая сущность, с которой надо разговаривать, с которой надо договариваться и с которой надо говорить о том, что в данный момент ты не мешаешь. Конечно, со стороны, может быть, это похоже на то, что у обоих там уже гуси, да, в голове начинают ходуном ходить. Но, тем не менее, это работает. Это работает. И еще раз говорю, я всегда за то, чтобы человек применял разные виды методик и техник, если ему это помогает. Хочешь идти к парапсихологу – вперед. Хочешь идти к эзотерику – вперед. Главное, чтобы тебе было легче. Ну, некоторые же не могут свою проблему просто обозначить еще. Конечно, понимать, что с ними происходит. Если у тебя болит. Ну, если уже больница, только это уже, да, уже понятно, что болит, уже деваться некуда. Но иногда человек живет, он там не удовлетворен своей жизнью, но на социальном плане вроде все нормально. А внутри покоя нету и радости нет. Он же, может быть, он не всегда пойдет. Потому что, тем более, в нашей стране, да, существует такой институт психологов, психиатров, психотерапевтов. Это вообще практически уже у тебя же диагноз. Ты же уже понял, психолог. Всем нам, психологам, нужны свои психологи. Что мы идем в психологию для того, чтобы сами себе помочь. Только мало кто в этом признается. То есть, если человек идет в психологию, значит, уже все хреново на душе. Я вам другой могу привести пример. Да, вот вы спрашиваете, как понять. Вот червяк ползет, да? Или гусеница ползет. Вот ползет, ползет, потом она окукливается. Прикрепляется к потолку. Окукливается. И какое-то время она находится вот в этой оболочке. Сырость, темно, нет света. Проходит время, а она становится бабочкой, да? И юнгианская психоанализ говорит, представьте, вы как червяк ползете до 35-40 лет. Потом у вас начинается кризис среднего возраста. Вы окукливаетесь. Вы не понимаете, что творите. В сознательном или бессознательном состоянии. Но этот период надо просто прожить и пережить. Потом вы начинаете, либо идете на другую ступень развития. Бабочка. Да, психо, потому что с греческого переводится как бабочка. Или душа. Либо вы идете опять. В другую ступень. Это называется деградация. Прогресс. И опять гусеницей становитесь, да? Ну да, гусениц только уже в земле сырой. Слушайте, но есть же люди счастливые, которые с молодых ногтей находят свое предназначение, знают, чего они хотят. И у них никаких кризисов среднего возраста не происходит. Вы знаете, наверное, есть. Но, к сожалению, я не... Они к вам не обращаются. Я, к сожалению, их не видел. Если вы мне пришлете, покажете, я просто повешу фотографии и буду гордиться ими дома. Нет, ну есть люди, которые... Да я шучу. Конечно, есть. Это все предназначение, это все воспитание от родителей. Но много мы своими детьми занимаемся. Я психолог, и то у меня, честно говоря, что называется, дети... Как трава? Как бы аккуратно сказать, потому что все равно они, наверное, будут слушать эту передачу. Дети я вас очень люблю, но, тем не менее, брошены вы моим родительским... Видите, даже слова не подбираю, не могу сказать. Моя родительская любовь. Поэтому, понимаете, самое простое – это давать советы. И все психологи, мы даем правильные советы, но это не значит, что мы так живем. У нас у самих хватает своих тараканов, и мы сами имеем массу проблем. Да, звучит, конечно, неоптимистично, но давайте мы все-таки какую-нибудь оптимистичную вещь еще разберем. Вот такая проблема, которая для женщин, на самом деле, очень важная. И у многих она возникает, вот как, например, мигрень. Вот регулярно, я не знаю, у меня 80% подруг страдает мигренями. Что делать, почему возникает и как помочь? Почему возникает? Голова, да, все болезни с головой связаны с мыслями. Всегда надо анализировать. О чем думаешь, как думаешь, о ком думаешь. Может быть, даже это запах. Может быть, визуализация какого-то образа человека. То есть мигрень – вообще это болезнь, которая еще медикаментозно не лечится, пока не могут найти те лекарства. Но мигрень с позиции психосоматики – это внутренняя ярость. То есть когда человек сам на себя злится за свою нереализованность. Как помочь? Мигрень, кстати, очень часто возникает на разность световых излучений. То есть яркий свет все запускает программу. К примеру, есть мигрень короткая на один день, есть на неделю. Кстати, Фридрик Ницше болел там целыми неделями. И вот Ирвин Ялом это очень хорошо описал в своем романе, когда Ницше плакал. Как лечиться? Можно медикаментозно, но который не помогает. А есть очень хорошая методика – суджог. Когда на большом пальце, ну, к сожалению, видите, мы сегодня без связи оказались. Я бы показал. Специальные точки нажимаются. Можно даже обычным ключом от квартиры или спичкой. Это делать. Поэтому, понимаете, любая… Прикладывается… Я знаю, что в суджоге там прикладываются такие семечки растений, да? Там, не знаю, вот у меня сверху любит это, и она гречку, например, прямо на пластыре прикрепляет, да, на какие-то точки. Да, это семянотерапия. А здесь именно давить на определенные точки… Ну, представьте, большой палец, и вдоль вот этого ногтя надо давить просто, давить до определенной боли. Потому что, когда вы начинаете давить на определенную точку, вы даете сигнал организму. То есть, вот представьте, дом стоит, и где-то у вас нету света. Вы подходите, меняете лампочку, закручиваете новую, и свет появился. Так и здесь. Вот ваш организм – это дом. Когда вы даете сигнал, вкручиваете эту лампочку через определенную точку, у вас начинает идти более эффективно процесс выздоровления. Вы знаете, я тоже страдаю мигренью, почему я так лихо об этом говорю. Я нашел для себя способ именно с позиции суджока восстанавливать себя от вот этих мучительных болей. А все равно на какой руке мы надавливаем, на правой, на левой? Или вот, например, как вот в ведической науке, да, считается левая – это женская половина, правая – мужская. И если мы проводим какие-то ведические обряды, то, допустим, женщинам всегда такие ниточки красненькие навязывают на левую руку, а мужчинам – на правую. То давить надо на какой палец? Знаете, вы правильно говорите, и в психологии тоже. Левая сторона отвечает за мужскую энергию, правая за женскую, правая за мужскую, левая за женскую. Левая за женскую. При одном условии, если вы правша, у левшей все наоборот. Поэтому, когда болит голова, вы знаете, вы будете давить все подряд. Главное, чтобы голова перестала. Прошла, да? Поэтому здесь давить хуже не будет. А как вы относитесь к практикам дыхательным? Вот пранаяма, например, тоже же от головной боли может помочь? Да, конечно. И мне нравится вообще практика. Вот в Непале меня монахи научили. Практика семи. То есть медленно вздыхаешь до семи, читаешь, да? Потом задерживаешь до семи и медленно выдыхаешь. Вот эта дыхательная практика очень классная штука. А более того, если мы заговорили о практиках, да? Самое убойное – это прописывать. Прописывать свою тревожность, прописывать свои страхи. И вот если говорить о женских болезнях, это, как правило, рекомендую всем своим больным, женщинам, чтобы 5-10 писем написали своему отцу первую влюбленность, первую любовь, да? Это очень трудно. Это очень трудно выдавить из себя, особенно первое и второе письмо. Потом уже идет как по маслу. И очень эффективная практика есть, называется, составление генограммы. Это тоже Юнг придумал. То есть надо рассматривать позиции родовой программы. Я думаю, это вам близко будет. Почему? Потому что вы занимаетесь эзотерическими практиками. То есть, понимаете, есть такая фраза. На осинке апельсинки не родятся. Поэтому если ты приходишь в этот мир, и у тебя проблема, допустим, не можешь иметь детей, и мы начинаем составлять генограмму второе, третье, четвертое поколение, к сожалению, там больше уже не помнят, то мы начинаем видеть, что есть где-то затор, затычка, и человек не может это пройти. И он должен себе установки определенные говорить, установки для своей души, что я там не про бабушка Аня, к примеру, и я буду вести самостоятельную жизнь. Потому что по роду вот эти генетические программы передаются, как эсталфетная палочка в беге там на 400 метров. Ну, естественно, поэтому мы приходим в эту семью для того, чтобы реализовать ту или иную программу, и точнее с ней справиться. А мы как попки эти программы повторяем из рода в род, из рода в род, и у бабушки одна осталась, дочка одна осталась, внучка одна осталась, и еще родила дочку, которая тоже непонятно, какая у нее будет судьба. То есть нас сюда приводят для того, чтобы мы решили вопрос, а мы его не решаем, мы от него бегаем, и еще больше проблем усугубляем. Но ведь это же у Хиллингера, да, расстановки, он делает эти практики. Ну, более того, если брать того же Майкла Ньютона, вот меня поразило, я когда читал, что оказывается души родителей, они не кармические души. Вот они приходят дать жизнь, да, а кармические души – это братья, сестры, там, любовники, любовницы. Тоже вот очень интересная ситуация. Поэтому бывает, что родители дали жизнь, и получается, бросают ребенка на произвол судьбы. А винить их в этом не стоит, потому что, ну, вот его задача такая. Но это не значит опять, что я призываю, что мужики дали жизнь, надо налево сваливать. Боже упаси. Мужчины, кстати, мне кажется, реже разбираются, да, со своими проблемами. Поэтому у них и больше всяких сердечно-сосудистых заболеваний, ведь для мужчин больше характерно инфаркт, инсульт, особенно в, ну, там, до 50 лет. Именно потому, что они с головой не работают. Женщина же пошла к подруге, все слила. Неизвестно, конечно, что с подругой. У подруги инфаркт, да, после этого. Ну, конечно, мужики, они более трусы по... Ну, вот я недавно создал на Фейсбуке там группу, да, хотя много мужиков, но, тем не менее, боятся все почему-то выступать публично. Хотя один на один, говору, мы еще те, птица Феникс. А вот выходить на связь нет, это страшно. И дело в том, что, понимаете, опять мы, мужчины, внутри себя копим все. Я, когда учился в университете на психолога, и меня тема мучила, да, вот недосказанность. Вот те слова, которые можно, допустим, всем подряд говорить или нельзя. И я взял эту тему, там, взаимосвязь страхов и недосказанности. Мой научный руководитель, доктор, там, этих психологических наук, начал оспорить, что это все ерунда. Но все равно я уже чувствовал, что я на правильном пути. И пробил эту тему, я защитил там диплом, и параллельно написал книгу «Как устранить недосказанность». И вот, что называется, тебя ведут по этой жизни. Я написал книгу и пошел в больницу работать. И действительно получается, что вот все от наших слов, от наших мыслей. Ведь проблема с щитовидной железой, а, кстати, щитовидкой женщины гораздо больше болеют, чем мужчины. Именно от того, что либо много говорит, либо, наоборот, в себе замыкается. Либо женщина живет чужой жизнью, дает не те советы, бьет по горлу, да. Это тоже очень большой показатель. Недосказанность. Можно ли говорить все подряд? Где надо включать мозги, где не надо? Где надо включать там, допустим, свою интуицию, где не надо? И вот, кстати, очень интересный тоже момент, что есть сознание и подсознание, как в простонародье говорят, или сознательно-бессознательно. Бессознательно – это наш сон, когда мы спим. И в этот момент наша жизнь точно так же идет и продолжается. А вот сознание – это интуиция, ощущение, чувство немышления. И вот когда я консультировал в банке одну целую команду, и получается, что банкиры в основном живут мышлением, мозгами. И было там четыре человека, которые живут интуицией. Вот они буквально через месяц все уволились. Но в хирургии в основном гинекологи, хирурги, проктологи – они живут интуицией. То есть во время операции он, что называется, входит в энергетический поток и чувствует, куда идти, как идти. При этом они могут даже этого не осознавать, да? То есть вот говорят хирург от Бога, да? Он же может быть абсолютно такой прожженный материалист, да? Абсолютно человек, который… Какая интуиция, вы о чем? Вот, да, покажите мне, какие тут нервные болезни. Я такое не знаю, да? Ну, хотя, да, вот когда один на один начинаешь разговаривать, он говорит, старик, ну перестань, какая интуиция? Да, вы правильно говорите, что мы тут вскрывали, никакой интуиции не видели. Поэтому вот страшно, что в наших институтах этому не учат. Вот буквально недавно стали учить на клинических психологов. И еще парадокс, да? В нашей системе здравозахоронения невыгодно иметь клинических психологов. Почему? Потому что психолог всегда показывает человеку, на что необходимо обратить внимание. А когда внимание обращено, и душа слышит, что вот здесь посыл, и человек говорит, что ответственность за эту болезнь берут только сам на себя, то процесс излечения начинает идти гораздо эффективнее. А нашей системе выгодно, чтобы люди болели. Поэтому в систему обязательного медицинского страхования психология не входит. И поэтому, чем больше люди болеют, тем больше несут денег в эту систему. Это уже с позиции эгрегора. Это близко вам, наверное, эти слова, да? Эгрегор, мыслесборник. И, в принципе, когда ты начинаешь с этим конкурировать, тебя этот эгрегор выдавливает из этой системы. Да, это точно. Хотя вот здесь вот интересно, здесь некоторые психологические службы оплачиваются страховой медициной. Но здесь все-таки вот... На Западе, да. На Западе, да. Это интересно, что здесь это возможно. А в России неизвестно, когда это будет, и будет ли. Потому что, к сожалению, в России из всего делают бизнес. Да ну что вы, это на самом деле местная модель из всего сделать бизнес, мне кажется. Я думаю, что психологи как раз и прокачали систему здравоохранения местную, потому что страховой компании можно больше поиметь, чем с частного лица. И когда ты знаешь, что тебе страховка оплатит, ты поэтому и пойдешь. Ну и здесь, с другой стороны, поэтому здесь так это все и существует. Правильно, вы сказали слово, страховая компания, когда она частная. Когда она государственная, извините, это уже невыгодно получается. Ну здесь-то нету таких частных компаний. И, подводя итог, Евгений, скажите, пожалуйста, какие наиболее часто встречающиеся психосоматические заболевания, с которыми надо идти к психологу прежде всего, а не обязательно ли идти сразу к аллопатической медицине обращаться? Ну, вы знаете, как говорят в анекдоте, да, и шо вам Фима, так и скажу. Лучше, говорит, сегодня плакать на приеме у психолога, чем смеяться у психиатра, да? И по принципу лучше давайте сегодня вас за руку отведу к психологу, чем завтра вас отвезут к психиатру. Понимаете, какие болезни? Ну, конечно, если у вас зуб болит, конечно, не надо там бежать к экстрасенсам, психологам, а надо просто пойти к стоматологу и посмотреть, да, что болит. Другой вопрос, если это начинает постоянная боль, тогда надо, конечно, анализировать, что у тебя болит. То есть зубы, какая-то ситуация ты не можешь перекусить, надкусить. Какая сторона, правая, левая, вы как сказали. То есть вам всегда подсказку дают. Если вы постоянно начинаете болеть одной и той же болезнью, да, то тогда уже надо обращать внимание на это. Если у вас внутреннее кровотечение, вы же не побежите к бабке к экстрасенсам, правда? Вы поедете в больницу. Но если это начинает повторяться, да, тогда уже надо включать мозги и уже думать, что с твоей душой что-то не в порядке. Ну, на этой позитивной ноте, если можно так сказать. Давайте все-таки другое скажем, что люди, любите себя прежде всего, что думайте о себе, потому что когда вы будете с достоинством относиться к своему внутреннему состоянию, тогда и близкие будут рядом с вами счастливы и хорошо чувствовать. Вот это самое главное. И всегда задавайте вопрос не за что мне дали эту болезнь, а для чего. И поверьте, что неизлечимых болезней не бывает, и очень сложных выходов из тупиков тоже всегда можно найти какой-то свой путь, решение. Спасибо большое, Евгений. И напоминаю, что у нас в гостях был клинический психолог Евгений Саяпин. Удивительный собеседник. Евгений, вы меня так заинтриговали. Я буду очень вам признательна, если вы еще к нам придете в гости, потому что я думаю, что темы можно не только психосоматические болезни, можно еще что-нибудь интересное придумать. Спасибо большое. У нас в эфире была программа «Женская гостиная», которая выходит по четвергам на радио «Сангейтс». Мы выходим в эфир в 11 часов по времени Чикаго, в 9 утра по времени Сан-Франциско и Лос-Анджелесу, и в 19.00 по Москве. Еще раз благодарю Евгения. Спасибо вам большое за приглашение. Рад буду участвовать в следующих беседах. Вы очень интересный и грамотный собеседник. Это немаловажно. Поверьте. Благодарю вас. До новых встреч, дорогие друзья. И до следующего четверга. У нас будет очень интересный гость, и мы будем говорить о питании. Читайте наши анонсы на Фейсбуке, и в социальных сетях, и на Ютубе. До свидания, до новых встреч. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok